Выпускные экзамены за и против. Каждой команде дается по пять минут на то, чтобы привести аргументы за свою позицию, которую заранее определяет ведущий. Суть дебатов убедить нейтральную третью сторону судей в том, что доводы каждой команды лучше, чем у оппонента. Вместе с аргументами участники дебатов должны привести судям и доказательства, поддерживающие их позицию. Это цитаты, факты, статистика. Мы считаем, что уступительных экзаменов есть очень много минусов. Есть плюсы, конечно, но и минусы тоже существуют. Например, повышение коррупции в университетах возможно. Второе – это психологическое давление на поступающих. То есть они за короткий промежуток должны подготовиться к вступительным экзаменам. И также до этого они сдавали еще и ЕГЭ. Вступительные экзамены мы считаем, что они должны быть, во-первых, просто потому что, когда студент поступает, уже университет знает, кто, как его отсеивать. То есть образование в этой области намного будет выше, если студент после того, как будет поступать. Единогласным решением жюри в первом туре дебатов одерживает победу команда «Розовый пони». У нас такая разнобойная команда получилась. ХБшники, а я юрфак. Почему молодежные дебаты? Чем интересно? На самом деле, я когда только вчера услышал, это был немного удивлен, потому что первый раз это происходит. И сперва я не хотел участвовать в этом, но потом я подумал, почему бы не собрать людей талантливых. И нам еще сказали, что нужно просто отстаивать какие-то темы, позиции и все такое. И мне это понравилось, потому что у каждого личное мнение, и мы всегда это отстаиваем. Почему бы это не сделать с какими-то... Я просто отвечу, что в диспуте рождается истина. И именно для этого были организованы такие мероприятия. А вы считаете, есть проблемы у вас среди нашей молодежи именно в том, что нет культуры дискуссии? Нет, ну на самом деле... На самом деле практики нету вообще никакой. Их позиция вообще бывает не аргументирована, не обоснована, а чисто она основана на эмоциях. Всего 8 команд, по 3 человека в каждой. В жюри представители комитета по делам молодежи Народного собрания Республики и Молодежного парламента Ингушетии. Такой состав собрался не случайно. Ведь согласно правилам, победители дебатов смогут попробовать совершенствовать свои ораторские и аналитические способности в стенах Народного собрания. У нас сейчас параллельно с этим идет набор в Молодежный парламент, формируется новый состав. И мы решили приурочить как-то вот это сегодняшнее наше событие к этому отбору. Победители попадают в Молодежный парламент, потому что качества, которые человек проявит здесь сегодня, они как раз соответствуют тому, что должно быть, скажем так, у молодого парламентария. Этап этого проекта. Мы хотим попробовать, мы хотим посмотреть, что из этого получится. Основная суть, цель, которую мы преследуем в этом проекте, это научить нашу молодежи вести дискуссию. Это научить выражать свое мнение аргументированно, то есть не просто спорить, а отстаивать свою точку зрения, приводя какие-то факты, какие-то аргументы. Такой формат в Ингушетии впервые, хотя во всем мире практика игровых дебатов популярна среди молодежи. Молодежные и студентские дебаты – это такое направление, которое мы начинаем популяризировать в республике. Для выявления активных, умных и, скажем так, политических молодых людей, для того, чтобы потом в будущем использовать их потенциал в развитии молодежной политики. Темы, на самом деле, мы подобрали таким образом, чтобы аргументы и за, и против были, в принципе, равносильные. То есть, чтобы они могли оставить свою тему как и за, так и против. Тем временем в зале продолжаются жаркие дискуссии. Начался раунд перекрестных вопросов. Это отличная возможность для каждой команды более конкретно разъяснить свою позицию и выявить потенциальные ошибки у противника. Команде «Черный дельфин» повезло сегодня меньше. Они уступили соперникам, но ребята воспринимают поражение в первую очередь как хороший опыт. Я в подобном мероприятии первый раз участвую. Вообще, я не в дебатах, никаких других диспутов особого опыта у меня нет. Но действительно, площадка хорошая для самореализации. Так или иначе, проявить себя, посмотреть на свои возможности, поработать над ошибками, возможно. Действительно, очень стоящее мероприятие. Сегодняшние дебаты можно назвать пилотными. В планах у Комитета по делам молодежи проводить подобные встречи. Не только в университете, но и в колледжах республики и других молодежных площадках. Амина Бокова, Камзат Холухоев, Новости 24.